Здравствуйте! Это программа Телезащитник. Студия адвокат Роман Койден. Начнем выпуск с рубрики Ваше право. Вера Чупрова из Усть-Цильмы обратилась к нам с проблемой. Водоколонки, открытые в их селе летом этого года, с приходом холодов перестали работать. Куда обращаться и что делать, женщина не знает. Две колонки новые совершенно пущены. Были. Нет никакого хозяина. Заказчики сделали работу, а хозяева нет. Кому было прикреплено они? Обращаться неизвестно к кому. В соответствии с федеральным законом номер 131, в общих принципах организации органов местного управления, администрации поселений, обязаны обеспечить надлежащее обеспечение водоснабжением населения. Правом проведения проверок соблюдения администрациями исполнения федерального законодательства об охране подземных и поверхностных вод имеет прокуратура. В ходе проверки должностными лицами прокуратуры будут установлены обстоятельства, неисправность или неисправность колонок, вообще были ли они приняты на баланс и в эксплуатацию и так далее. При выявлении нарушения прокурором будет внесено представление. При неисполнении представления прокурор имеет право обратиться с иском в интересах прав граждан о возложении обязанности обеспечить надлежащее обеспечение водоснабжением населения. То есть все, что вам необходимо сделать, сообщить о факте нарушения федерального законодательства в прокуратуру. Жалобы на недобросовестную работу управляющих компаний приходят к нам в редакцию регулярно. На этот раз наша съемочная группа побывала в старом деревянном доме на улице Пушкина в Сыктывкаре. Уже 10 лет в доме Светланы Ветошкиной протекает крыша. Потолок постепенно гниет во всей квартире. Неоднократные жалобы в управляющую компанию ни к чему не приводят. Дыры только латают небольшие кусочки делают и все. И как по вытяжке текло, так и течет и на кухне, и в туалете, и текло в коридоре, и по всей квартире. По словам Светланы Ветошкиной, никакого собрания для выбора управляющей компании в доме не проводили. Итог многолетней переписки с руководством коммунальщиков и администрации города – горы никому не нужной макулатуры. Что-то же надо делать. Что же мне вот эти бумажки положить вот так вот на крышу, что ли, и она течь не будет? Ну это же издевательство. Наводит порядок на чердаке своего дома Светлана самостоятельно. Женщина не понимает, куда уходят деньги, которые она платит за содержание дома. Шифер держится вот на этой вот штуке уже где-то 8-9 лет. Если вот этой вот не будет, это все рухнет. Видите, одно гнилушки. Это вот называется евроремонт. Запенили, и все это сделано. Да ну это ж смешно. Все уже прогнило, весь шифер прогнило абсолютно. Вот тазик, полный таз воды. Светлана утверждает, вода в ее квартиру стекает вот по этой старой вытяжке. Сейчас она уже не работает, но управляющая компания по какой-то причине убирать ее отказывается. Как заставить действовать управляющую компанию и людей, ответственных за содержание ее дома, женщина не знает и просит совета юриста. Практически в каждой передаче мы наблюдаем очередной коммунальный ад. Еще раз запоминаем алгоритм. Что делать, если в доме есть факторы, которые могут представлять для вашей жизни и здоровья опасность? Итак, первое и самое главное – это обращение в межведомственную комиссию при администрации вашего органа местного самоуправления об обследовании вашего жилого помещения межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия – это единственный компетентный орган в России по обследованию жилых помещений, по составлению акта об осмотре жилого помещения и по принятию решений в отношении данного помещения о пригодности или непригодности его для проживания, о необходимости ремонта. Само обследование проводится в течение месяца. Вам на руки выдается два документа – акт осмотра и заключение межведомственной комиссии. В документах содержится информация о необходимости совершения конкретных действий по приведению жилья в нормальное состояние. При наличии заключения о необходимости ремонта вы имеете право потребовать его от администрации, а при отказе обратиться в суд с иском о возложении обязанности произвести ремонт. Это если ремонт в помещении возможен и экономически целесообразен. Если жилое помещение не подлежит ремонту и иного жилого помещения у вас нет, то от администрации надо требовать другого пригодного для проживания жилья. Требует в том числе и через суд. В зависимости от того, собственник вы, либо наниматель по договору социального найма, процесс получения от администрации жилого помещения может отличаться. И это уже отдельный разговор, не относящийся к данному вопросу. Таким образом, первое – заключение межведомственной комиссии. В зависимости от заключения необходимо будет предпринимать дальнейшие действия. Если будут опросы, обращайтесь в Республиканскую общественную приемную главы Республики Коми. Дом печати, правое крыло, первый этаж. Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс России, которыми стандартный налоговый вычет по НДФЛ, полагающийся родителям ребенка-инвалида, увеличен в 4 раза. Согласно закону, теперь ежемесячный налоговый вычет для родителей и усыновителей детей-инвалидов составит 12 тысяч рублей. Для опекунов, попечителей и приемных родителей этот вычет увеличен вдвое – до 6 тысяч рублей. Если родитель воспитывает ребенка один, он получит удвоенный размер вычета. При этом в полной семье он может быть предоставлен как любому из родителей, так и одному из них в удвоенном размере. Одновременно закон повышает планку предельного дохода до 350 тысяч рублей, по достижению которого родители будут получать повышенный налоговый вычет. Вычет производится на каждого ребенка до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта до 24 лет. У соседа по даче на участке ничего не построено. Земля заросла травой. Самого соседа я не видел более 10 лет. Каким образом можно изъять у него этот участок и приобрести в собственность? Такой вопрос пришел от телезрителя и садового общества «Виктория» Сыктывдинского района. Начну с того, что садоводческое некоммерческое товарищество СНТ – это некоммерческая организация. Она имеет широкое самоуправление. Большинство процедурных и организационных моментов СНТ содержатся в ее уставе. Это основной документ общества и он носит индивидуальный характер. Запросите данный документ и ознакомьтесь с ним. В том числе устав содержит основания, условия и порядок, в соответствии с которым член СНТ может быть исключен из СНТ. В уставе могут содержаться конкретные обязанности членов СНТ, за неисполнение которых может быть принято решение о лишении членства и перераспределении участка в пользу других лиц. Это то, что надо сделать в первую очередь. Теперь немного юридических норм. В соответствии со статьей 47 Федерального закона номер 66 о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан и статьи 54 земельного кодекса, член некоммерческого объединения может быть лишен прав собственности, пожизненаследуемого владения, постоянного бессрочного пользования, срочного пользования, либо аренды земельного участка за умышленные или систематические нарушения, предусмотренные земельным законодательством. Отдельно отмечу, что в данном деле необходимо соблюсти установленную законную процедуру, обязательное заблаговременное предупреждение о необходимости устранения допущенных нарушений законодательства. Лишение прав на земельный участок возможно при неустранении нарушений законодательства и производится после наложения административного взыскания в виде штрафа. Как правило, решение об исключении из членов СНТ и о перераспределении земельных участков принимается на общем собрании членов СНТ. Семья по программе переселения из ветхого аварийного фонда получила жилье в новом доме в Печоре. Здание достроено и введено в эксплуатацию, но пока не передано от застройщика на баланс муниципалитета. В квартире очень влажно. Через две недели после вселения образовался грибок. Вытяжка работает в приточном режиме. Не вытягивает, а наоборот впускает холод с улицы. Окна кривые и по заключению комиссии ремонту не подлежат. Переселение в новое жилье семья Маргариты Бражник ждала несколько лет. Им досталась вот эта новенькая угловая квартира на третьем этаже дома по Ленинградскому проспекту. Но радость длилась недолго. Буквально сразу пришлось бежать в администрацию муниципалитета и требовать устранения недоделок. Больше всего расстроила Маргариту сырость в новой квартире и вечно плачущие окна. У нас текут, у нас вот так вот вода, я показывала, у нас вот так вот все течет, у нас вот тут все сырое, у нас на фотоаппарате все есть, все показано. Вот приходила администрация к нам позавчера, все я показывала, они сказали, это нормально. Мы написали заявление в СТВК, отправили уже, и вот ждем ответа. Сказали ждать месяц ответа. Несмотря на то, что отопительная система работает на полную, в квартире холодно. А потому просушить новое строение, простоявшее без отопления почти год, не получается. Вытяжная система, работающая в приточном режиме, тоже требует доработки. Ко всему прочему, ситуацию по температурному режиму усугубляют полы. Линолеум тут настелен прямо на бетонную стяжку. И хотя застройщик по муниципальному договору в течение пяти лет несет гарантийные обязательства, исправлять недочеты не спешат. Маргарита интересуется, как заставить подрядчика заменить окна, отрегулировать вытяжку и утеплить полы. И кто должен оплатить эти работы. Определяйтесь по существу. Либо вы принимаете данное жилье, тогда оформляете право собственности, получаете свидетельства. И после этого приобретаете все права и в том числе можете от застройщика требовать устранения недостатков объекта долевого участия в строительстве. Либо вы не принимаете это строение. И тогда можете требовать от администрации, в том числе и через суд, предоставление вне очереди жилого помещения, отвечающее всем санитарным и техническим требованиям. Если вы выберете первый вариант и примете жилье, то вы можете требовать устранить недоделки непосредственно от подрядчика. Либо вы можете устранить их самостоятельно за свой счет. А сумму на устранение взыскать от застройщика. Самое главное это то, что до самостоятельного ремонта вам необходимо заказать экспертизу по имеющимся в квартире недостаткам и о стоимости их устранения. Экспертиза проводится с уведомлением застройщика, используется фото и видеозапись. На основании документов можно требовать возмещения ущерба, в том числе и через суд. Если вы жилье не хотите принимать, можно ждать следующих вариантов, которые бы вас устроили. А можно сразу обратиться в суд. Я рекомендую обращаться в суд, потому как наличие на руках у граждан судебного решения ускоряет деятельность администрации. На сегодня все. Пишите, звоните, обращайтесь. Контактная информация на ваших экранах. Видеоверсия этого выпуска и предыдущих программ доступна на сайте yurgan.rf Увидимся в следующий понедельник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА